Участие в институте я получил еще и профессию лаборанта химико-газового анализа. Ну, это параллельно с профессией инженера металлурга, теплофизика, энергетика и автоматчика по специальности экологии металлургического производства. Ну, то есть, все возвращается на круги своя. Что мы сегодня будем анализировать? Мы проанализируем в сравнении продукцию фирмы. Сейчас вот я приготовлю сосиски и другую продукцию. В принципе, все уже визуально видно. То есть, вот берем, допустим, колбаску докторскую, недешевую, рублей 200 стоит. Производитель не знаем. И берем колбаску профитовскую. Делаем просто срез, визуально определиться. То есть, никаких дублей. На камеру показываю, как выглядит настоящая колбаса, а вот ненастоящая. Да, вот творение друг человеческих пельменей непонятные. Вот они такие, вы их кушаете. И вот пельмени профи. Даниловские. Открываем пачку. Я здесь не вижу. Во-первых, льда. Во-вторых, разница тоже очевидна. Так. То, что вы так любите кушать. Сосиски. Вот они, такие приходят в наш город. Вот, а вот она разница с профитами, с какими-то сосисками. Видите? А теперь мы это все будем варить и покажем, что из этого получится. Возникает вопрос, что это мы кушаем, если все вот так вот выглядит. Давайте экспериментируем и просто, ну, приготовим продукты питания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать пельменей, которыми вы травитесь. Ну, ладно. Как они выглядеть будут? Добавляем. О, что ли, еще и к тарелке прилипнет. Да. А профитовские лежат. Вот, ну и варим. Варить пельмени искусство навыков не требующее. Хотя, как сказать? Ну, как сварить пельмени, если они разваливаются в кипятке? Да, и так прошло положенные семь минут. Пельмени должны вариться семь минут. Давайте посмотрим. Да. Кое-где тесто-то уже полопалось. Пельмени приобрели, ну, скажем так, такую своеобразную форму. О, кое-что поотваливалось уже. Ну, что вам рассказывать? Вы каждый день видите, в общем. Пельмешки. Это 138 рублей, кстати. Беленькие. Так, теперь наберем бульончик от пельмешков. Посмотрим, какого он цвета. Как бы не обладится. Так-с. Ну. Ай-яй-яй. Ну, ладно. Искусство требует жертв. Ну, такой мутный бульончик с включениями теста, естественно. Так, теперь в ход идут у нас профитовские пельмени. Тесто слеплено из муки твердых сортов пшеницы с повышенным содержанием клейковины и только высшего сорта, замешанное на натуральном яйце, стойко и стабильно варится, не доставляя никаких хлопот. Профитовские пельмени можно варить подольше. Ну, и вот они готовы. Да, здесь два сорта пельменей, кстати. Даниловские, студенческие. За 78 рублей килограмм. Ну, вот. И, ну, что-то тоже в ценовой категории. Только что тестированных. Скажем честно, мы даже больше пельменей сварили, потому что потом их съедим. На компанию. Да, перебор называется. Вы когда их купите себе, пельмени, вот тоже так, сразу пачками будете кушать. Плюс 6 килограмм. Но это если много и кушать. Вот смотрите, как они выглядят. Пельмешки, как на подбор. Вот это традиционные даниловские, а вот это русские пельмени. Вот. Из говядины и настоящей свинины. Итак, разница. Ну, вот она. Желтый, белый. Так. Теперь нальем бульончик. Так, помните, да? Вот такой мутненький, это вот отсюда. Здесь пельмени мы варили в 2, в 2,5 раза больше. Так, колбочка. И набираем. Ай, горячо. Цвет раствора, в смысле бульона, с видимой желтизной. Видите разницу? Кто-то может сказать, что он тоже мутноватый, но еще раз объясним. Мы варили в 2,5 раза больше пельменей. Ну и вот навар. Еще раз покажем, продемонстрируем разницу. Так, перед тест-драйвом проверим, вот из чего состоят ваши такие популярные непонятные пельмени. Разрежем его, пельмень. Да. Что-то вот даже на вилке что-то остается. Так, профитовский, из того же ценового диапазона. Ой, бульон. И вот, вот, сейчас попрошу покрупнее показать. Прям вот видно, да? Здесь тесто сварилось. Вот. И бульон выделился. Здесь оно разварилось. То же самое с фаршем. Вот настоящий мясной фарш. Вот он, крепенький такой. Вот. Вот это я не знаю из чего. Ну, такой какой-то пузырчатый. Давайте попробуем. Попробуем. Предлагаю сначала протестировать бульончики. Ну, люблю. По вкусу. Уёб! Парасоты. Ни соли, ничего. Это есть охота. Так. Давайте пельмени вкусим. Нету ни перца, ничего. Чистый эксперимент. Пельмени солёный. Так. И профитовские. Так, аккуратно. Потому что там бульон есть. Там только соль. Здесь есть ещё и лук. И перец, кстати. И аромата совсем другой. Да. Выбор. Мой лично профит. Чего-то я так потею. Во-первых, киловаттный светильник. Во-вторых, тут надо было успеть. Вот что осталось. Очень вкусно. Обратите внимание, ни соуса, ни майонеза. Вообще ничего не надо. Это структуральный вкус пельменей. Так. Ну, теперь давайте о красителях поговорим. Все нитрит натрия этот яд. Ну, нитрит натрия добавляет настоящий розовый цвет продукции. Но, кроме розового цвета, некоторые отдельно выдающиеся товарищи какие-то другие красители используют. Вот. Широко распространённые сосиски. Причём, они как бы молочные, не дешёвые, естественно. Давайте их отварим. Что будет в микроволновке, это отдельная песня. Попробуйте сами. Кстати, сосиски правильнее всё-таки варить в воде, как это мы делали 20 лет назад. Микроволновка ускоряет процесс в 2-3 раза. Но в любом случае полиэтилента сосисок надо снять. В кадре ещё кашеварить приходится. Вытащим продукцию другого производителя. Потом определимся уже, сравним, что у нас получилось. и наберём естественно отвар. Интересно, что получилось. Так. Вот на белом хорошо видно, что присутствует такой вот розовый цвет. что нам показывает эксперимент. Ооо, эксперимент удался. Даже без вариантов. Видите? Вот на белом особо видно краситель. Берём аналогичную продукцию сосиски молочные агропромышленного комплекса профит. Исходные три штуки. И загружаем. Скажем честно, процесс приготовления профитовских сосисок от других ничем не отличается. Отличается готовый продукт. Пришло время достать в два раза больше комплектов профитовских сосисок молочных. Вот. Сейчас покажу. Разница сразу в чём. Натур продукт от не натур продукт. Ну, точнее, не знаю, что там до продукта. Ничего не буду говорить. Я вот за профит отвечаю. Особенно разница видна вот здесь вот, где была запечатана сосиска. вот видите, она так раскрылась маленько. исходная, тут цвет совсем другой, не раскрылась. Так, сейчас я пока за бульончиком ломанусь. Так. Ну, да. В два раза большее количество сосисок профитовских оставила цвет водички. Вот. Единственное, ну, как бы, ну, кусочки мяса, естественно, отвалились, ну, поэтому есть. Сравним? Давайте. Перед тем, как сварить и ту, и другую продукцию, мы не использовали соль. Искусство требует жертв. Попробуем бульончик. Так, что-то вот мне не очень нравится, какой-то привкус. По-моему, соя все-таки. Все, он ярко выраженный. Вот здесь вот бульон мясной, естественно. Так, давайте теперь попробуем развелиться эти сосиски. Так. Ммм. Во! Вы же сосиски вилками ломаете. То есть усилие примерно должно быть одинаковым. Так. Ну понятно, да? То есть сосисочки помягче. Теперь доломаем в конце концов. И здесь. Так, берем вот эту сосиску и профитовскую. Разница здесь скрученное мясо, но здесь прессованное похоже. Так. Попробовать, что ли? Ну давайте. Я тут в данном случае сказал бы ерунда, сказал бы. Значит, ну, что вам говорить. Любая сосиска в тесте это вот это. То есть такое мылкое ощущение на язычке. Сосиска профитовская. специи-то есть. В конце концов, оказывается, можно из продукции не используя кетчупы. Кажется, что все так же быстро испарится, пока мы пожарим мяско. Точнее, колбаски. Докторские. Не профитовскую. И докторскую, профитовскую. Это будем уже снимать в живом эфире. Потому что колбаса жарится быстро. Профитовская колбаса, докторская, естественно, она была чуть меньшего диаметра. То есть вы сейчас все увидите вживую. Пожертвую эфиром. Посмотрим, что получится. Профитовская. Вот, видите, кусочки остались. Нет, не профитовская. Все видно? Сейчас следующий заход. Профит переворачиваем. Чистенько, видите, все. И не профит. Она даже не прожарилась. Нифига. Ну, вот, завершающая фаза, как говорится. Дожариваем колбаску профитовскую. Профитовская колбаска, видите, она, ну, как помните, вот старая, добрая, она приподнялась. Вот серединка приподнимается, видите, она становится таким блинчиком. Эта колбаса, она какого-то из термоустойчивого материала, что ли? Что там есть-то? Так, ну, и завершающая стадия. Все. Я сейчас еще покажу. Вот мы здесь жарили профитовскую колбаску, выбираем ее, видите, чистая сковородка. Все. Да, вот здесь мы жарили не профитовскую колбаску. Видите, прилипло. Съемки данного сюжета потребовали от меня большего количества калорий, чем я съел. А съел я немало, вместе с нашей бригадой. Так, уберем плитку на место, скажем ей спасибо за проведенный эксперимент. Суть нашего эксперимента была в следующем. Ну, показать, что вы обычно едите и что вы можете есть. Ну, после этого эксперимента вот те, кто присутствовал, скажут, точнее, уже сказали, что кроме профитовской больше есть ничего не будем. Это их выбор, и мой в том числе. Жареная колбаска не профит. Так. Ну, что, прожарилась, что? Профит. Так. На срез. Ага, вот здесь на срезу видно, из чего состоит не профитовская колбаска. Вот какие-то пузырьки воздуха. Здесь чистое, сплошное место. Ну, вы просто можете поэкспериментировать. Знаете, где, да, фирменный отдел располагается, где можно профитовскую колбаску купить? Это, ну, Радуга Вкусы, там, сельсовет, ну, в общем, все нормальные заведения имеют представительство. попробуем. Ладно, не, не, вот эту. Да, редко я задумываюсь. Как бы вам сказать, что я ем? Пластилин я не ел, но вот не знаю, даже слов нету. Профит. Опять специи, опять приятный, мясной, настоящий вкус. Made in СССР. Вот так, 92-й, ну, как 92-й? 82-й.